В рамках подготовки к международному форуму жители Чувашии активно приобщаются к спорту. В последнюю неделю лета легкоатлетические соревнования прошли во всех городах и районах республики. А в эту субботу победители местных соревнований встретились на Чебоксарском стадионе «Энергия», чтобы принять участие в финальном этапе эстафеты газеты «Советская Чувашия». По уже сложившейся традиции наша съемочная группа побывала на забеге и приняла в нем непосредственное участие. Это тот самый случай, когда сотрудники газет, радиостанций и телеканалов сами становятся героями статей и репортажей. Каково это бороться за честь своей команды, лучше всех знают те, кто выходит на старт. Фестиваль спорта «Пресса» в этот раз собрал более 3000 любителей спорта. Журналисты 21 региона подтверждают на личном примере, что в Чувашии количество приверженцев здорового образа жизни увеличивается из года в год. Мы готовились к забегу с позитивом, с радостью, чтобы всегда быть первыми. Наш строительный техникум лучше всех. Я надеюсь, у нас все выигрывают. А всем сильнейшим я желаю удачи. Участниками этой эстафеты действительно становятся сильнейшие. Тем, кто приехал в Чебоксары из районов республики, приходится бороться еще и за путевки в финал. Задача каждого спортсмена – преодолеть быстрее соперника в 100-метровую дистанцию и передать эстафетную палочку. Уже на финише судей подсчитывают общее количество времени всей команды. Победителями одного из этапов стали журналисты газеты «Красное пламя» из Урмарского района. Вместе с ними на пьедестал подсчета поднялась и сборная национальной телерадиокомпании «Чувашии». Честь команды отстаивали те, кто обычно остается за кадром. К примеру, оператор Евгений Анисимов вышел на беговую дорожку прямо из-за камеры. Уже на старте режиссеру Анне Луценко удалось оторваться от своих соперниц. А инженер Сергей Андреев пришел к финишу первым. Они могли бы завоевать золотые медали, но выступили лидером на несколько секунд. Третье место – тоже неплохой результат, говорят журналисты. 100 метров, кажется, пробежало мало, а вибрация в мышцах ощущается. Кажется, 100 метров всего вообще. Но мы молодцы, и потому что команда. За награды на эстафете газеты «Советская Чувашия» боролись не только с журналистом. На старт выходили школьники, ветераны и семейные сборные. Супруги Пучковы – постоянные участники спортивного форума. На этот раз они завоевали золото. Я и жена занимаемся спортом, а дочка с нами иногда выходит в тренировки. Тоже немного занимается, а так специально не готовились. Показали пример всем участникам и почетные гости. Министры, депутаты и глава республики преодолели самую большую дистанцию – 800 метров. У нас, как вы знаете, правительство занимается в неделю два или три раза. И министры, и руководители органов власти, и государственные гражданские служащие, и на уровне муниципалитета проводятся такие спортивные мероприятия, чтобы чиновникам, которые работают на государственной или муниципальной службе, были всегда в форме. Награда разыграна, эстафета завершена. Рекорды ее участники обещают побить на следующем, в 77-м подсчете фестивале спорта. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.